МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Восвятая служба информации Толерадоя компании Гомель у студии Натальи Игнатенко, глядите у гэтым выпуску. Обновленные улицы, жилые массивы и администрационные будинки. Брагин рыхтуется до двух святов – 75 год для вызволения и областных дожинок. Танцуй, пакуль молоды. У Гомель отбылся республиканский турнир по спортивных бальных танцах. Футбольный город массовый рух объеднал у Калинковичах больше, как 100 семья. А зараза б гэтым меньшим больше подрабязна. Пераможа только наймацнейший. С такими словами президент сегодня звернулся до удельников и делегатов дитячого конкурса «Еуробачення». Под часу встречи с ними у Палаца Незалежности. Али с початку молодых талинтов чекал сюрприз – невеликая экскурсия по палаце. Вядома, что над интерьерами символа белорусской державности працавали миновито наши майстры. А вот сярод подарунков, экспонатов, есть и твором остатства самых разных кутков планеты. Утым ликус краин, працавники яких сегодня стали гостями палаца. Не глядяши на юный узрост, дети с великой текавостью узнайомились с гистарычными залами, где проходили самые значные международные форумы. Сегодняшних наведвальников яны так само затекавили с профессийного пункта погляду, як не проверить акустику Палаца Незалежности. Для многих юных гостей это первшие кроки в узнаемстве с нашей краиной. Боль затое, ведомо, что для некоторых зудельников это из Усим – первая замежная поездка. Уражение во всех самое яркое. Это прекрасно быть приглашенным сюда и увидеть этот замечательный дворец своими глазами. Чувствуется, что это место настоящей гордости Беларуси. Так что это отличная идея. Мы были также впечатлены и вчерашней церемонией открытия. Видно, что в нее вложено много усилий, энергии. И в итоге каждый из участников почувствовал себя настоящей звездой. Почувствовал, что вот она, стартовала Евронеделя. Это была фантастика. Александр Лукашенко с устрел творчую молодежную делегацию в зимовом саде Палаца незалежности. Подчас легкой и широй размовы знайшлось о месте и теме серьезной конкуренции. Головный кап в Пераможце был вызначен и справедливо. Поделился своим меркованием президент. Я вам скажу, что вы уже победители. Слушайте, в вашем возрасте попасть на такой конкурс в числе двух десятков всего. Можно сказать, всемирный конкурс. Всемирный, потому что весь мир к этому прикован, зрелищ. Я уже не говорю, что все миллионы, 10 миллионов белорусов и вокруг, кто живет, уже бы с вами познакомились не один раз. Но вы уже победили. Вы же победили в своей стране. Ты же у нас лучший армянин, да? Поэтому вы уже должны быть рады и довольны, что вы победители победителей в своей стране. Ну, а тут уже как повезет. Вы знаете, чем отличается Беларусь? Ну, если преломление вашего конкурса от других стран. Своей честностью и справедливостью. И поэтому здесь победит только сильнейший. Согласны? Да. На память об сустрече у дельники, делегаты и организаторы конкурсу зарабили Александру Лукашенку невеликий подарунок – символичный галовный приз дитячого песенного конкурсу. Это микрофон с прозрыстого шкла с колеровыми линиями, которые символизуют потоки гуку. А вот кто станет владельником оригинальной узнагороды, мы доведаемся уже в эту неделю, когда на Минске арене отбудется финал дитячого евробачения. Все лета повышенная конкуренция. Европейский Вещальный Союз был вымушен изменить правила в связи с великой колькостью заявок. У вынику в Беларусь приехали представники 20 краин. И это рекорд в истории конкурса. Кераунство администрации президента проведет выездные приемы у Гомельской области. У четвер, 22 листопада, первый наместник Кераунника администрации Максим Рыжанков встретится с гражданами у Мазырским райвыконками. Початок у 11.01. У пятницу, 23 листопада, наместник Кераунника администрации президента Уладимир Жауняк проведет встречу у Хойницким райвыконками. Яна почнется от 14-й години. Записаться на прием можно по номерах отделов по работе со зворотами граждан. У Мазырским педагогичным университете пройшла информационная встреча со старшинью Гомельского областного совета депутатов Катярыной Зянкевич. Форма проведения – круглый стол. Миновата, гэты формат дозволяя не только поделиться актуальной информацией, але и обменяться еею, доведаться об проблемах на местах. Размова йшла об экономичном и социальном житті країны и об тим, що на дадіный момент хвалює людей. Сегодня мы ищем новые формы общения, в том числе в трудовых коллективах. Каждый депутат, в том числе я, как председатель областного совета депутатов, выбираем ряд предприятий разной направленности. Это может быть ЖКХ, образование, либо промышленность. И в какой-то определенный день приезжаем встретиться с трудовым коллективом. В первую очередь цель такая, чтобы донести до каждого нашего избирателя социально-экономическое развитие нашей области, новые нормативно-правовые акты. Ну и, конечно, встречи эти проводятся в формате круглого стола, что очень важно. Мы должны слышать от наших избирателей то, что их сегодня волнует, какие у них есть предложения, и внедрять их также в жизнь. Старшиня Гомельского областного совета депутатов наведала так самым мясцовую славутость – Музей этнографичной культуры Полесского края и Гистории университета. Гомельское отделение Белорусской гандлево-прамысловой палаты проведено на этом тыдне «Бизнес-дни». Это диалоговое международное мероприемство, главная мета, якого – обмеркование перспективных накерунков супрацовництва. Все лето «Бизнес-дни» пройдут в четвертый раз. У рамках мероприемства, якое отбудется у областным громадско-культурным центры, запланована выстава «Бизнес у регионах», якая почне работу 22 листопада. На наступный день отбудутся сустречи у дельников. Темы для обмеркования не обмежовываются неким одним накерунком. У приватности у Гомель приедут представники компании, якие займаются питаниями туризму, IT-технологиями, генетичными доследованиями. А вот подписание контракта форматом «Бизнес-ден» не продуглеживается. Это диалоговая пляцовка, где у дельники смогут выказать свои думки о перспективных накерунках супрацовництва с Гомельской областью. На сегодняшний день у делу форума подтвердили представники 18 краин. Нас радует, что в числе иностранных партнеров есть представители очень крупного бизнеса, который является бизнесом хорошего европейского уровня, мирового уровня. Есть владельцы компаний, причем такие страны представлены, как Германия, Италия, Нидерланды. Причем именно руководители инновационных организаций и предприятий, в чем мы заинтересованы. Поэтому мы надеемся, что этот диалог будет интересен. И мы, конечно, рассчитываем на то, что это даст какой-то новый толчок для взаимодействия с этими регионами. Городский поселок Брагин рыхтуется до проведения одразу двух свят. У 75-ти годзе вызволение населенного пункта и областных дожинок. Значный уплыв на подрыхтовку оказали проведенные массовые работы, подчас яких не только провели добраупарадкование в улице Центральной площади, але и реконструивали широкое объекты социальной сферы. Городский поселок наведал Олег Синтероу. Работы по добраупарадку Небрагина еще протягиваются, але знаходится уже на завершальной стадии. По селяким выпадку основный объем заполнованного выконаны. Один из главных проектов – капитальная реконструкция районного дома культуры. По особенности, теперь это совсем новый будинок. Старыми застались только подмурок и частковые стены. Миновата тут знаходится главная сцена двух святов, которые пройдут в Брагине. С початку 75-ти годзе вызволение населенного пункта, потом приведение областных дожинок. Пакуль, докладная невядома, який удел у этих мероприемствах будут принимать выхованцы местовой детячей школы мастерства, але у работников этой установы явно святочный настрой. У першиню за всю историю своего иснования школа отремала властный будинок. До этого она займала покои в отделении банка, районной больницы и дома культуры. Теперь можно подумать об увеличении количества наученцев. Мы будем проводить профориентационную работу с учащимися общеобразовательной школой именно по направлениям нашей творчества и в дальнейшем, чтобы они, естественно, обучались, развивались эстетически. Разом с работом объектов социальной сферы все лета в Брагине активизовались работы по обыдовательству жилья, особенно для специалистов. По великим рахункам, это наибольшие эффективные меры по их замысыванию в городском поселке и размещенных побочек в сельско-господарских предприемствах. При этом значная частка новобудовли заявилась на землях, которые протягиваются не выкористовываются. После чернобырской катастрофы частка населения выехала у иншие населенные пункты, а на место их домов на несколько десяти годов утворились пустые. Все лета в Брагине будут побудованы 28 таких садиб, и они предназначены для специалистов, которые пробывают в район. Это достаточно комфортное жилье, трехпокаевые, огольные площадки 100 квадратных метров. Сгодно с разрешением района Канкама 10 домов уже размиркованы. Частка объектов, где проводились рамотные работы, уже працуют. В те часы это у приватности детячего сада санаторного типа школы и гимназии кардинально изменился городский стадион. Царот инжига можно означать так само реконструкцию городского парка с установкой тут первого у Брагине детячего городка. Стадион полностью отремонтирован. И здания, и трибуны, и покрытия, и новая площадка по воркауту, и тоже ДСАФ. То есть для района это, я причитаю, Брагин. То же самое Камарине, и стадион, и школа, и детсад, и тем более еще идут внутренние работы, идут по бассейну Камарине детском саду. Поэтому масштабы очень большие. Александр Ру, Евген Макеенко, телерадио «Кампания Гомель» с Брагином. До речи, завтра намесник старшыни Брагинска Гарайвы-Канкама Миколай Яшчук станет гостем программы «Деялог». Размова пойдет про выники социально-экономичного развития, досягнение района и планы на перспективу. Глядите программу у промым эфира на телеканале «Беларусь-4» о 19 годин 20 хвилин. Номер телефона у студии 34-2043. Свои питань не можно так само отправить на «Вайбер-340-043-3». Сегодня у Гомельским областным объединений профсоюза упадвяли выники мониторингу предприемства у агропромыслового комплекса. Особливая увага подчас проведения проверок надавалась захованию законодавства по охове працы и створению належных бытовых умов. На это посаджение президуума областного объединения профсоюза запросили представников прокуратуры и комитета по сельской господарции и харчаванни. Не глядячи на проводимую профилактичную работу, колькасть несчастных выпадков с тяжкими наступствами у Галине не изменшается. Анализ дарыни усвечит, что одной из основных причин з'является формальное ставлення до оховы працы як наймальников, так и самих потерпелых. Так, за 9 месяцев у этого года в стане алкогольного опьянення загинули 3 человеки и еще один был тяжко травмированный. С початку года сельско-господарчим предприемствам выдадены рекомендации на ликвидацию больше, как 1600 порушений. В областном объединении профсоюза уличат, что в таких умовах больше уваги необходимо надавать повышению эффективности громадского контроля. А про это, в сельско-господарчих предприемствах означает недохоб инженеров по охове працы. Нередко их функции перекладаются на инших специалистов, что не соденитшее поляпшению ситуации. Из-за текучести кадров нет инженера по охране труда, он уволился. То, естественно, по законодательству его обязанности возлагает на любое должностное лицо. Как правило, это ведет главный инженер предприятия сельского хозяйства. Но, опять же, мы столкнулись с тем, что основная эта работа у него связана и с уборкой, и с пассивной, и с обеспечением работы тракторов исправности. И, к сожалению, на охрану труда у него не хватает времени. Выстава живопису под назвой «Мой выбор» открылась у картинной галереи Гаурила Вашчанки. У экспозиции больше, как 30 полотн у ведомых белорусских мостаков. Умовно, она поделена на две зоны. У одной – концептуальные картины, у другой – классичные портреты, пейзажи и натюрморты. У такой разножанровой подборцы каждый сможет знайти, что сте текавое для себя. Уладальник картин Миколай Синяков захопился коллекционованием еще в 80-е годы. Галоны критерии при выборе картин эмоциональный водгук у души. Это часть большой коллекции аршанского коллекционера Николая Синякова. В общем-то, человека, который создал в своем городе картинную галерею, который занимается уже практически 40 лет собиранием качественной белорусской живописи. И, ну, эта выставка как раз показывает, что в его коллекции есть масса действительно жемчужин. Свято-пластыки и элегантности. У Гомеля отбылся республиканский турнир по спортивных бальных танцах. Гомель Оупен в четвертый раз сбирая в областном центре танцевальные пары с Беларуси, Украины и России. Два дни на паркете спортивного комплекса «Локомотив» свое майстерство демонстрировали около 600 человек. Традицейна Гомеля Оупен дал мягчимость проявить себя спортсменам разных возрастов. Самым юным удельникам 4 годы. Верхняя планка 35+. Узнагороды разыграли у особистых и командных споборництвах. В этом году у нас очень много классификационных и открытых групп. Сореминары проходят во всех возрастных группах. Интересно, что помимо раздельных программ латиноамериканская и европейская проходит соревнования и по двоеборью. Гомельчане удало выступили на домашнем турнире. Переможцами Гомеля Оупен 2018 стали 5 танцевальных пар. Яшедно золото у сольным выступлением. Жихарка Калинковича оперотворила малую родиму у футбольных город. Семьи знаемых объеднала одну команду, якая перемогая на споборництвах. Реализует десятки спортивных проектов и у своей семьи галонный тренер. Про то, как шмадзетная мать изменила спортивное житет целого города наступный сюжет. У спортивной зале маленькой школы азарту не меньше, чем на Борисов арене. Хоть на импровизованной траве не профессийные спортсмены, а че есть и мать, и таты, и сыны, и дожки. Массовый рух семейного футбола зародился у Калинковичах пару годов тому. Сегодня им уже больше за 100 семьям. Идея провести два годы тому семейный фестиваль по футболе належала Олене Отчик, наставнику физкультуры мясцовой школы. С тех часов пройшли уже десятки споборненствов. Позитивным эффектом стало не только развитие массового футбола в городе и районе, али и профориентация подлетков. Батьки у рули футболистов для своих детей стали головным прикладом. Выник, спортивные секции в городе пополнились новыми юными спортсменами. Мне нравится играть в футбол, и я им занимаюсь и хочу стать футболистом. Мой любимый футболист это Филиппо Ковчиньо, но все-таки лучше равняться на маму и папу. Мне понравилось очень, потому что это весело, футбол дает вдохов и счастье. Большость тут с первого семейного спортфестиваля. Сейчас шматривая проекта Алины поддерживает уже Белорусская федерация футбола. Они давно вышли из-за межи одной школы. На споборни еду из всех концов области. Это наш организатор, который нами управляет. Мы без нее заскучали. Когда я вижу счастливые лица из наших семей, они просто не дают остановиться. И хочется проводить эти соревнования. Это уже наша жизнь. И все главный идейный натхняльник и тренер для своей семьи. До речи, Алина, шмадетная мать, у ее две дачки и сын. Уси аматы активно гладу життя. Любимые виды спорта в семье футбол, веславание, гимнастика и биатлон. Доказ полная медальница агульных перемог. У планах организовать в городе великий спортивный клуб, конкурс на спортивную семье годы и проводить доброчинные турниры в поддержку выхованцев детских домов. Усех это признается нескладанно, бо дома есть великая группа поддержки. Ганна Ковалева и Евгения Кухаронок телерадиокомпании Гомель при поддержке агентства теленовин. Гэты, а таксама иншые новины вы можете найти на нашем сайте в интернете по адресе www.tvrgomel.by Дякую за увагу и до новых встреч у эфиры. Вы смотрите де-факто в студии Алексей Немкевич. Здравствуйте. Суд вынес приговор по очередному громкому коррупционному делу. В этот раз на скамье подсудимых оказались топ-менеджер Рогачевского молочноконсервного комбината и представитель одной из столичных фирм. Согласно материалам дела Менчанин поставлял моющее средство комбинату. Однако там с фирмой рассчитывались не своевременно. Помочь уладить вопрос вызвался заместитель директора молочноконсервного комбината. За свои услуги он запросил 5% от суммы перевода. По информации обвинения встреч с передачей денег состоялось около 10. Обвиняемому было передано свыше 11 тысяч рублей. На основании части 2 статьи 430 Уголовного кодекса Республики Беларусь ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 6 лет в исправительной колонии в условиях усиленного режима с конфискацией всего принадлежащего ему имущества и с лишением права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных административно-хозяйственных обязанностей в организациях всех форм собственности на срок 5 лет. Представителю фирмы, который все это время находился под подпиской о невыезде и дали 4 года домашней химии. Жуткая драма разыгралась в Ельском районе. Местный житель убил родителей и пытался покончить с собой. Как сообщили в следственном комитете, инцидент произошел накануне утром. В агрогородке Зашири 33-летний сельчанин нанес несколько ударов ножом своему 58-летнему отцу и 59-летней матери, после чего умышленно порезал себя. Отец скончался на месте, мать в больнице. Нападавший в бессознательном состоянии был госпитализирован. Пришла беда откуда не ждали. В Новобелице в одной из новостроек произошел пожар в ванной. По информации МЧС загорелась стиральная машина. В этот момент в квартире находилась хозяйка с дочкой 2017 года рождения. Женщина оказалась не робкого десятка. Она передала ребенка соседям, а сама вернулась и принялась тушить горящую бытовую технику. В результате этого она получила отравление продуктами горения была госпитализирована в медицинское учреждение. Причина пожара устанавливается. Еще одно возгорание произошло в Хойниках. Там горел частный дом. Трагедию удалось избежать благодаря местному жителю. Мужчина увидел идущий дым и проник в дом, где обнаружил пенсионера, ползущего из горячей комнаты в сторону выхода. Отважный сосед вытащил его на свежий воздух. Пожар ликвидировали спасатели, а прибывшие работники скорой помощи госпитализировали спасенного. Таков обзор происшествий к этому часу. Оставайтесь с нами и берегите себя. Я Алексей Немкевич. Благодарю за внимание. До свидания. На телеканале Беларусь 4 Гомель новости спорта в студии Максим Савин. Здравствуйте. Завтра поединком между Лицельмашем и Щучиным завершится 10-й тур чемпионата Беларуси по мини-футболу. Все представители нашего региона за исключением Светлогорского ЦКК разжились очками. Лидер чемпионата ВРЗ, напомню, дома обыграл столичный дорожник 3-1. БЧ, проводивший номинально домашний поединок на выезде, не оставила шансов в Минской охране Динамо. Железнодорожники победили 7-0 и занимают шестое место в таблице. Светлогорский ЦКК, который 10-й тур пропускал, располагается на 10-м месте. В высшей лиге чемпионата Беларуси по хоккею сыграны очередные поединки. Гомель 2 на домашнем льду дважды встретился с командой БФСО Динамо. В первом матче хозяева были ощутимо сильнее 8-2 в пользу Рыси. На следующий день динамовцы поквитались с соперником. 3-2 победила приезжая команда. Жлобинский Металлург 2 на домашнем льду осечки не допустил. Дважды обыгран дубль Лиды. Сначала 2-0, а после 5-4 по буллитам. В турнирной таблице Столивары располагаются на восьмой строке. Гомель 2 возглавляет табель о рангах. Спортсмены Гомельской области выиграли чемпионат Беларуси под дзюдо среди смешанных команд. В финале дружина нашего региона со счетом 4-3 была сильнее соперников из Минска. Бронза чемпионата страны у гродненских дзюдоистов. В составе команды Гомельской области выступали Ульяна Миненкова, Енина Дубинина, Виктория Новикова, Матвей Шереметьев, Илья Тимошенко и Артем Радченко. Мужская команда Гомельской области замкнула тройку сильнейших на Кубке Беларуси по боксу. Турнир проходил в Орше. В личном зачете у гомельчан одна золотая награда. Эмил Алиев поднялся на высшую ступень пьедестала почета. Добрались до финалов, но проиграли соперникам Рамил Алиев, Александр Халаев, Сергей Попелюха и Александр Мельниченко. Также в копилке сборной нашего региона три бронзы. Первое место в общекомандном зачете у боксеров из Минской области. Второе у столичных спортсменов. В женской части соревнований гомельчане завоевали три награды два золота и бронзу. И четвертое место в общем зачете. На этом пока все. С новостями спорта ознакомил Максим Савин. Оставайтесь на Беларусь 4.